Единственная в Тюмени научная творческая лаборатория для детей и подростков существует при поддержке Тюмгу около года, но уже завоевала популярность у студентов и школьников. Впрочем, повод для Дня открытых дверей нашелся особенный. Приурочен он Всемирному дню детских изобретений. Мы как только узнали, что бывает такой праздник, решили нам обязательно нужно устроить что-нибудь в этот день, и решили устроить День открытых дверей. Все ребята, любые, со всех школ, и взрослые, и дети, могут прийти и посмотреть, что же у нас тут происходит. А удивиться в фаблабе есть чему. 3D-принтер, сканер и даже лазерный резак. Малая часть диковинных изобретений, представленных в творческой мастерской. Именно поэтому знакомство с наукой посвятили День более 200 мальчишек, девчонок, а также их родителей. Левая сторона должна перетягивать вниз. И кольцо в корпусную сторону. Но этого почему-то не происходит. Это не работающий вечный вечный вечный. Почему же этого не происходит? Потому что это невозможно. Потому что невозможно. Почему это невозможно? Пример старожилов фаблаба вдохновил шкалеров на создание собственных творений. Учеников помладше увлекла развлекательная составляющая проектов. Больше всего мне запомнился и понравился 3D-принтер. Я хотел бы напечатать, наверное, мини-дом, чтобы дома можно было его рассматривать. Меня заинтересовал 3D-сканер, потому что на нем получаются очень смешные фотки. Я бы кошку свою фоткала. Гости фаблаба постарше оценили бытовую значимость открытий. Владислав, к примеру, планирует стать медработником. Однако мимо полезного изобретения не пройдет даже будущий врач. Понравился очень сильно лазерный станок, то, что из него можно делать какие-то вещи из дерева. Можно заменить выжигатель, к примеру. А пробовать лазерный резак и другие изобретения фаблаба можно в техноцентре по адресу Ленина, 25. Алина Волкова, Алексей Мойсов. Специально для Евразион ТВ.